Всем привет, с вами Соя Варен, и это новая игра под названием Сентябрь, последнее видео, так сказать, и последние два рута. Я начинаю с этого места, потому что это обязательное место, что нужно выбрать, просто надо выбирать второй выбор, первое, третье, Ольгон. И вам будет удивительно, странно, почему я не делаю стрим, потому что сегодня я не хочу делать стрим, и я даже не знаю, что именно. Если хотите, знаете, что, если, конечно, какой-то есть идея, то выключите под комментарием, что завтра стримите, и всё. Ладно, а мы поедем, я лучше пока смотрю здесь. А, да, как всегда, да, конечно, иди. Кажется, я и обидел. Я развернулся, прочий, пошёл. Пошёл, не пойду куда, да и зачем, собственно, я и сам не понял. Извиняйся, надо было попить. Серая, серая, обецветная трава, листья, метки, всё шуршит под ногами, издавая ощутимый треский шум. Красиво. Но как это всё предстало перед мной? Неужели времена года сменились, пока я лежал в туннеле? Ну да, почему я проснулся лежащий на земле? Даже если бы кто-то всё это время заботился обо мне, он бы не оставил меня тут на холоде. Всё-таки надо было сборо... Ой, больно. Ты чё такой твёрдый? А-а-а, раздавшись, врезавшись у меня девочка присела, потирая ушибленное место. Сама виновата, смотреть по сторонам надо. Она фыркнула, недовольно посмотрев на меня, а потом вновь продолжила рассматривать ушиб. Сама останешься, тебе помочь. Я протяну руку. А, всё нормально. Я уля, кстати. А ты кто? Хороший вопрос. Есть ещё бы, я помню своё имя. Вы бы вообще замечательно. Молчишь? Ну и молчи себе. Так они либо ситуациями. Я не знаю своего имени. Да уж, бывает что сказать. Ты же видел моих друзей здесь, да? Надеюсь, они никуда тебе не запрягли. Вроде нет. Вот и хорошо. В таком случае, мы сейчас пойдём и посмотрим на красоту. Готов? Эмм, всегда готов. Я ещё издалека слышал тихий шёпот воды. Значит, мы почти что на берегу какого-нибудь озера. Похоже, я не ошибся, мы стояли перед небольшим водоёмом, окружённым стеблями соки. Гладь прозрачной дырой укрывал плотный серый туман. Стеряясь по камне, прикасаясь к спутчатым конечностям к земле. Ну, как тебе? Красиво? 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 Да. Оля набраться на меня и мне вот так сильно, что я едва мог вздохнуть. А довольно таки... Ты довольно таки мягкие. Зря на тебя заделась. В этом надо такое срывать с того ни сего. Ты же прости. Никому нельзя... Плевать негативные эмоции на человека, да я ещё не знакомого. Нажми, нельзя. Я пойду ближе, ладно. Я не успел ничего сказать, она побежала ближе к краю обрыва. Поле стоило, смотрел вдаль счастливыми глазами. Вокруг ее ног начала бы собраваться чёрная облачка. Облакивая её, уплотняясь. Уберегись! Поле успело лишь обернуться с ужасом и тут же споткнувшись упал в воду. Чёрт, вода же ледяная! Я совершенно ни о чём не подумав, внырнул в воду. Поле лежал на дне, закрыл глаза и, скорее всего, потеряв сознание. Что-то тёмное удерживая и не позволяя мне вытащить её отсюда. Давай, пожалуйста! Воздух в люке рано или поздно должен закончиться. О, блять, я... Я пытался обходить тело за Тарю и рывком поднять её над уровнем воды. Чтобы не... Чтобы не остался хоть один шанс выжить. Давай, очнись! Путь сильный! Эй, чудак! Ты попробовал умереть мне на руках, я же не бережу. Не вижу. Ладно. Ну ещё бы. Смотри, сейчас костёр разгорится, теплее будет. Может, снимешь одежду? Нет, не надо. Девочка заливаясь каким-то ребяческим и безобидным смехом. Я ничего другого от тебя не ожидал. Иди сюда, не стесняйся, согрею. Ладно. Юля принесла нам плед, и мы сидели, прислонившись друг к другу, закутавшись мягкой тканью. Поблюдая за языками пламени в абсолютной тишине, внушаемой лишь треском... Гревших веток. А я сумка куда-то пропала. Но я не особо горевала по тетрадкам с конспектами. Доброго. Мой коснул с моей руки. Что? Да так. Хотел спросить. Я тоже просто появился здесь, так же не сам, как и я. Просто я тоже не помню много о себе. Я кинул головой. Отключился в тёмном туннеле. Ведь понимаешь, что ты сейчас совсем неряден с этим самым туннелем. И насколько же я далеко от него... Никто не знает. Я такого же, в каком... В какой вошёл перед тем, как всё попасть. Не видела. По табличкам этого... Этот город Москва-11. Душа что-нибудь о таком. Вот и я. Нет. Солнце уже садится, пора домой. Странная она. Что бы ни происходило вокруг, Оля не теряет улыбки на лице. Боже, ей судьба очень схожа с моей. Ну, раз она оказалась в Москве-11. Дальше, чем я, может, у ней есть идея, как вернуться отсюда? Наверное, у тебя куча вопросов, и твоя башка разрывается от их количества. Можешь даже не давать мне их. Всё равно ничего не знаю. Кем-то знакома из места. Женя, Юрка, с ними я живу в одной квартире. Кстати, можешь переночевать у них. И Лизой. Да-да, с Лизой. Только ходит она на двух лапах. И она появляется только когда ей захочется. Или когда ей что-то нужно тебе. Очень странно, девочка. И это всё? Желт в своём городе так мало людей. Есть ещё какой-то мрачный царь. У него Женя добывает нам съестное. Пусть посему она знает проход за периметром. Ну, такой чёрт тебе ничего не скажет. Не разложил. Да уж. Видимо, всё совсем плохо. Видите, какой-то чёрной материи. Она обветала твоих ног перед тем, как ты свалилась в озеро. И мне кажется, что ты тебя удерживала над ней. Не давай подняться. Насчёт последнего. Скорее всего, меня тяну к одному мой тяжёлой характер. И мы знакомы, говорят, видели тёмные силуэты, которые гнались за ними. Но я не очень в это верю, если честно. Наверное, тебе казалось. Фигасе показалось. Пытался выбраться. Пытался, и не раз. Я облазил всё, что только можно в поисках выхода. Безусловно. И к тому же, гордо дороже невидим барьером. Границей с местным лесом. Зазиат, который тебя переборз куда-нибудь подальше от того места. Где ты находился. Про это мы знаем. День клонялся закату. Я поговорю так, что я не мог смотреть на него. Где же мне провести эту ночь? Так, вот здесь мы сохранимся, потому что тут у нас будут в выборе секретной концовки. Так, вот. Идём, сука Оля. Теперь главное найти Олю. О, Люман. Ииии. Добро пожаловать в мои хоромы. Тут небольшой бардак, но мы не ругайся. Я просто очень милая. Неплохая такая комнатка. Самодельный календарь за 2007 год, который уже месяц, не менялся. Последний леском был август. Куча постеров с символикой различных групп. Которые были мне более-менее знакомы. И везде грязная одежда, упаковки, окурки. Ты куришь? Иногда. Когда очень хочется. А что делать? Здесь себя совсем нечем. Ну, скоты и всё в принципе. А я вот бросил недавно. Поехали с у него в Кассишина. Воздух включила свет в коридоре, но от этого мало что изменилось. Выключила. Закан проникал сквозь окно и заполнял комнату. Это немного странно, ну, то есть, непривычно просить об этом, но... Можешь следующий камень в накровать? О, тут неожиданно сразу-то капает. Прямо, Саша, ты говори. О, Оля включил ногой музыкальный центр. И с шипящей колодкой послышалась песня. И вообще нечем слезать, честно. Я перебрался, лёг рядом с девочкой. Она согнулась, как спящий котёнок, и положил гол мне на грудь. И не думаешь на себе ничего. Понял? Я прославляюсь, и ничего больше. Ладно, ладно. Я ещё не думал. Ладно, поле рядом нет. Бежал куда-нибудь. А мне хотелось бы поболтать с ней. Видно, не судьба. Может, сегодня мы с ней вместе пойдём искать выход отсюда? Или хотя бы найдём ответ на кучу вопросов? Наверняка он уже давно опустил руки. Когда живёшь посреди миллион проблем, тебе всегда кажется, что ты одинок. Одинок, несмотря на то, что вокруг тебя ещё 6 миллионов, такие же, как мы людей. Может, они также одиноки? За окном дождь. Есть кто дома? Мы это уже читали, если честно. Идём до выбора. О, кролик напала. Так, понятно одно, что когда... Руд в нажжении был, нам кролик не давали. Промолчать. Мы читали. Остаться. Сейчас мы должны пойти с ней. Уйти с ули. Вот, всё, наконец-то ехали. Есть. Если честно, раздражать эти две. А там слишком пугливо и грустно. А в той просто жжить, какая скрытная и дунылая. Как так и жить? Вот я и стараюсь сбегать их. А ты не пыталась... Поднять их, что ли? Ведь у каждого из нас есть множество проблем. Некоторые люди могут их скрывать. Закрывать неприятности. Грудь других мыслей. Хоронить не нужно воспоминаний, не нужны вопросы. Может, Юлия и Женя на самом деле замечательные люди. Почему ты не хочешь помочь им найти... Уйти из кошмара? Да потому что... Боле уже сжал кулачки, но вдруг что-то в ней переменилось. Да пошёл ты. Я тебе сама в себе разобраться не могу. А ты мне тут такие нотации читаешь. Не переживай так. Пока я рядом, можешь выговориться на мне. Всё равно никому не скажу. Правда-правда. Спасибо. Может, пойдём? Конечно, ты ведёшь. Дождь кончился, а я уже начал переживать, что это затянется на весь день. Осень, всё-таки. Мы пойдём на станцию. Всегда любил в наблюдениях поезда из окна своего детского домика дома. Подумаю. Так много смысл с ними связано. Станция? Здесь даже станция есть. Ага. Ты хочешь ходить по рейсам? Узнаю. Тогда наверняка ты бы хотел лечь на них. Это как-то страшно, если честно. Оля не соврала. Перед нами появилась старая станция с заросшими рейсами. Люблю природу. Ну и симбиотаж железобетона со стенем тоже пойдёт. Оля, окинув взглядом платформы, и всё на самый край. Он даже плачет. Ха, смотри. Разобил очи черты безопасности. Спорим, ты не настолько бесстрашный. Я понял, намёк есть радость в подсёк-коре. Знаешь, если стать... Ладно, если станет неинтересно со мной, и ты захочешь уйти, то нет проблем. Почему ты это? Не знаю, зачем тебе говорить это, но... Это долго не с кем не общалась нормально. Меня всё бросает одну. Мама умерла. Оставила, когда я была совсем маленькой. Потом те, кто обещал заботиться обо мне, сдали в детский дом. Я... Я всё пытаюсь забыть, отбросить всё то, что со мной случилось. Начать жизнь заново. Но боюсь, ничего не получится. И если кто-то ещё раз покинет меня, я совсем разочаруюсь в людях и в жизни. Прости. Боли, вы на тебя всё это. Делаюсь переживанием, ничего больше. Боли совсем расклеиваюсь с флипого, из серого пластика и слёзки. Я тебя не оставлю, слышишь? Никогда не оставлю. Я не такой, как все они. Я постараюсь уберечь тебя от всего, что тебе грызит. Да, потому что надо такое. Спасибо. Большое спасибо. Мне так хочется побыть слабой, почувствовать себя нужной, важной. Я не каждый день устраиваю стерики. Здесь есть... А. Здесь есть настоящий электровоз, неподалёку. Представляешь? Вот мы на нем отсюда ехать далеко-далеко. Ты не пробовал воспользоваться им? Ты чего? Я же не знаю, как им управлять. Ты старый, ржавый, вот. Ты всё так... Печты. Ну, может быть... Пойдём куда-нибудь отсюда. Просто возьмём и забудем всё, как страшный сон. Надеюсь, ты будешь в это время со мной. Ольга достала сигарету из пачки и закурила. Будешь? Буду. Чёрт с этим здоровым образом жизни. Я выбрал не тот год, чтобы бросить курить. Ты им приятно разбежал с полёгкими, я даже не закашивался. Надо же, правичка осталась. Этому, так сказать, находится вспоминание Оли. Как-то наш главный герой попал её вспоминание, мужская. Олечка, будь сильной. Ладно. Бережевай. Пусть всё будет хорошо. Не плачь. Не нужно. Скоро тебе всё наладится. Ты будешь жить с хорошими людьми. Они не дадут тебя. В обиду. Мама, не нужно так. Останься. Не умираю, пожалуйста. Как тебя зовут? Тут написано. Доволечка, да? Как меня называла мама? Это тебе твой новый дом. Ты будешь здесь жить. Но я не хочу вступить. Я не хочу тут быть. Отведите меня обратно в мою квартиру. Отпустите. Отпустите меня. Нет. Оля. Ты здесь? Держись, ну же. Откры глаза. Вот, хорошо. Что случилось? Я тебя же знаешь, что ты говорил в ряду. Чего такого? Просто привиделось всякое. Там нужно домой. Я согласна. Пойдем домой. Хватит на сегодня. Больше ничего интересного не предвиделось. Едва задевка. Едва задевка мутуоли, я засну на ее кровати. Да. Поехали. Доходим до следующего выбора. Это все слышали. Тут просто не меняется текст каждый раз. Нам сейчас нужно поле, он на выбор с Олей, да? Женя. Чи встретится с Олей. Я смотрю, тебе полегчало. Отлично. Мне очень хотелось найти и задушить эту психопатку головными руками. Она только себя вообразила. Позвать себе влезть в чью-то жизнь и изменить ее под себя. Как же это низко. Извините, я пришлось провести людей в постели. Женя говорит, что просила темных оставить ее с ней навечно. Наша оккультистка куда-то убежала. Я немного волнуюсь за нее. Подтварь она не была. Нельзя оставлять ее в опасности. Гордок не больше. Так что и спрятаться, в общем-то, негде. Но немного передней будет ее искать. Согласен? Да. Ты права. Нам нужно ее найти. Ну, давай. Куда пойдем? Пусть если это у Ольги надо спросить. Я думаю, она здесь. Женя! Женя! Где же ты? Жутко терять людей. Не знаю, что же ждет тебя дальше. Ты все лишь мрак. После того, как потерялся стенка, и все обесследит Васильеву тратил смысл. Может, просто потому, что кроме нее у меня ничего не было? Хотя бы одна зацепка. Нет, ничего нет. А там дальше только бетонные коробки, а за ними снова. Снова ничего. Отправиться на место своего явления. Здесь. Здесь я появился первый раз в этом странном мире. Скажи, что тебя нашла, не я. Какой бы, чем похвастаться? А с 21. И пока подстава, посидиенция ада. Ведь тут текст, корыжи. Я не вижу ни у никого. Раз в такой степени, тебе можно найти кого-нибудь. Заградываться мыслей. Просит все это дело и заняться спасением себя. Я не думаю, что мы с тобой сейчас в безопасности. Ты чувствуешь, что за нами следят. Что? То есть, про... Этузиазм пропал, да? А кто-то нас не спасать будет, а кто мертвует, смирать. Кромко сказано. Жених, это не мир. Ха-ха-ха. Скажешь еще. В любом человеке целый мир. Конечно, он различен по размерам. Ведь каждый из нас свою вселенную сгреблась. И живет в ней, когда странеется на все это. Так что, потеряв хотя бы одного человека, мы теряем целую вселенную. И вам указать? Крайность. Может пытаться ткать его лесу? Немного странно, но и Женя ведь тоже не совсем обычная девочка. Если бы я, конечно, туда бы не ходила. Но ты уверен, что оно того стоит. Никак не по себе. Калинин дорожат. Мне боюсь, это просто куча старых деревьев. Который сможет тебе следует теснуть. То есть, своих пустых глаз и их ветвь тянутся к твоему горлу. Да ты, блин, издеваешься? Нет, ничуть. Но я рядом. Так что, ничего страшного. Дрес показал почти в том же миг, как только мы дышим дома. Он темнел на фоне стерроватых облаков, слон удерживая небеса от падения под собственных тяжестей. Деревины точно наступились перед нами, приглашаясь за теми минуты. Селись, лежать в земле, а вы... Это мощная, да? Да. Я думаю, что зачем мы здесь? Мне как кто-то хотел скрыть, это у нас что-то не совсем приятное. А кто? Бежать, Женя? Не исключено. Ведь больше наверняка некому. Прямо Юлии темных, конечно. Но я снял, что Юля бы стала что-то скрывать от нее. Да, ты прав. Мне кажется, здесь больше делать нечего. Для этого ходили. Никого нет. Слышал? Это быстрый. Бежим! Вернусь обратно окраине леса. Думаю, что это здесь? Я заметил тело, лежащего посреди поляны. Ну да. Нет. Ну, номер то? А ты не видишь? Черт, как же... Зачем, зачем убежала? Надо найти того, кто это сделал. Что это? Копись. Боюсь, нам некого искать. Держи, это, наверное, тебе. Надеюсь, что ты прочтешь именно ты и поймешь меня. Прости за то, что пыталась насильно оставить тебя со мной. Теперь я вижу, в этом совершенно не смысла. Ты не станешь сейчас вряд ли ты такой, как я. Моя жизнь прошла пустой. Я растеряла все свои надежды и мечты. Но сделать в своей жизни то же, что сделала я. Юлия совершила непоправимо. Она уничтожила твою дьявольскую книгу. Одну из многих. Теперь этот мир будет мельно умирать. Что придет потом, неизвестно. Но когда я принесу тебя жертву, ты сможешь уйти. Пусть даже... Вик. Сердце колыхнулось. И уже я стал настолько значимой ее жизни. Поверить не могу. Часть и тогда из-за меня так. Разом помутнело ей горло покатил. Тошнотворный ком. Это не может. Не может. Так, тише. Не сходи с ума. Нам нужно собраться и валить, как она излечала. Сиди здесь. Я пущу выход. И скоро вернусь. Так. Даже не возникай. Не двигайся с места. Коса, ты веришь ей? Думаешь, она хочет вытащить тебя отсюда? А может, она просто манит тебя в ловушку? Где ты будешь бесконечно мучиться? И не найдешь выхода. Как будто я и так не в ловушке. Да и есть подумать, то и любая жизнь это мучение. Ты запрет в своем теле и не имеешь права решить исход от следующей секунды. И существование всегда подразумевает дрейф по течении жизни. Неужели ты бы не хотел освободиться? Тело. Но что это мне даст? Никто не знает, что значит полная свобода от всего. Может, после смерти мне будет ужасно одиноко. И я буду вечно скитаться по бескрайнему космосу. А так у меня есть надежда, что я найду себя и буду счастлив. Как бы это страшно не звучало. Ну, буду счастлив, даже не сменаясь на смерти и бед вокруг. Я не предвладу тебе смерть. Этот мир погибает, и ты умрешь вместе с ним. Магические книги у тебя больше нет. Да ты бы не узнал, что она может сберечь тебя. Так что выбрал у тебя небольшой. Либо ты становишься одним из нас, либо ты умираешь. А, это вы, блядь, у нас в темно в голове было. Ох ты, ни хера себе. Ты не поверишь. Я провожу, а там пыхтит. Все светится. Мы убежим отсюда. Слышишь? О чем? Ну, поезд. На станции. Он работает. Так только я подошел, у него зажглись фары. И он заработал. Рады, не помню, видел бы ты станцию или нет. Это чепуха. Ты что, не веришь? У тебя все в порядке? Показалось ли, на самом деле, не промекнуло что-то дьявольское? Во, во. Через ней. Черт. Что-то не так? Да нет. Кажется, тебе лучше уехать одной. Что? Ты... 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 Больше, сука. О, нифига. Нифига. Вот это громкие слова. Что произошло? Что-то значит, может, не померещилось. Это сон так не хочет оставлять ее жизни, сука. С чем я так поступил? Она единственная, кто осталась рядом, а тебе я просто бросил ее. Может, здесь галлюцинация, вызванный нам, тем самым, голос в моей голове? Не нужно встретить ее. С ней может что-нибудь случиться. Беги! Беги, чувак! Давай! Давай! Она говорила, что поезд на станции. Бегом! Беги! Беги, давай! Бой, сука! Беги! Со мной. Все тело стало будто в несколько раз тяжелее и... Погнал закрываться сами собой. У тебя из сознания? Хоть бы успеть. Черт, он уже готовится уехать! Бой! В срая! Делом ставки добежал, он и не добежал. О! Где ты я? Прислушайся. Ты в локомотиве? Да. Водный... Вот... Он лбом. Стой. А кто же им управляет? Сам он и едет. Так выехали в туннель, так и не выезжали. Долго едем. Черт, еще непонятно, сможем ли вывозводиться? А как я тут очутился? Я тебе и внесла. Тяжело было. Еще долго думал, стоит ли? Черт, так со мной. А я тебе сейчас выйду рядом. Знаю, как объяснить именно, но... Я не хотел покидать тебя. Я не понимаю тебя. Я ведь думала. А что этого самого нужного человека? Суторг хоть на краси цвет убежать можно, чтобы быть там только вдвоем. Если не знаю, что произошло. Ты можешь посчитать меня сумасшедшим, но... Черт возьми, меня убеждали в том, что ты уходишь мне зла. И то же. Женя, Юля, Брыжая. Кстати, мы их оставили там. И они обречены. Тебе смешно. Старайся о них не думать. Возможно, оставшимся в живых удастся спастись. Ну что, вопрос еще будет? Нет, наверное, нет. Как бы нам на белый свет выбраться? Чего? Выберемся. Ведь мы теперь вместе. И я никуда, никуда тебя не отпущу. Несколько часов спустя. В результате становения неизвестного комотива с пассажирским поездом, просто дала 16 человек, из них 10 находятся в чужом состоянии. Неясно, по какой причине могло произвести лобовое становение локомотивов. Очевидно, смогли зафиксировать на видеокамеру, как двое неизвестное выпрыгивание из транспорта. В поведении которых и произошло несчастный случай. В движении качество съемки и не представляют никакой возможности найти злоумышленников. Мы будем снизить, разведите события и далее. А теперь и другие милостям. Короче говоря, они выбрались, сбежали. Плюс еще в том, что их не найдут. Это еще огромный плюс. Это короче говоря, они сейчас живы и счастливы вместе. Такой прикол. Ну, плохая концовка это такая же, как и только в Жене. Только в чем прикол? Мы добежим, но мы там не окажемся. Ну, они там, я не хочу смотреть, потому что это не очень даже. Концовка такая, блин. Ну, такая же, как и хорошая, только добегая, но мы в поезде не окажемся. Мы просто там сдохнем. Вам, поехали с этой... Неизвестно. Уходить, когда на щекке под носом. Я бы даже сказал, что это сумасшествие. Но, как-то невеже навязываться к малознакомым людям. И приятно это. Я вышел из дома. Нужно поспешить найти что-нибудь, в чем можно укрыться на ночь. Не хочется, чтобы темнота накрыла меня раньше, чем я на двубежище. Я прошел мимо знакомого дома. И не заметил, как зашел в лес. Нужно идти дальше, возвращаться я уже не хочу. Моё возвращение выглядело бы странно. И я проболтался среди деревьев около полчаса и наткнулся на странное здание. Хотя, что меня в нем не так, непонятно. Нужно затянуть, вдруг это место окажется пригодным для жилья. Ой. Девочки, чтобы ты не был, заходи быстрее, пока что-нибудь случилось. Я не успел перевести дух от явления меня рыжеволосой девочки, которой даже не было 16 на вид. Как она включила свет, и я на несколько секунд ослеп. Эм. Давай пошел от моей же вещи. Кто она? Почему она живет здесь? Я просто хочу, чтобы меня лишний раз видели. Ты мысли у меня считать? Нет. Но если ты захочешь спросить потом, как меня зовут, то я отвечу, Ева. А ты, конечно, не помнишь свое имя, да? Отлично. А кто узнала? Я сгорел, стало жутковато. Эй, девочка. Девочки все узнают. Рано или поздно. Хе. Книгу тебя, как я понимаю, забрали. Каждые фразы мои глаза становились все шире. Ну, про книгу-то откуда узнала? Так, говорили же, храни. Она может быть и нам с тобой жизнь помогла вернуть. Эх, ты хранитель чертов. Ей захотелось бежать. Быстро и не отглядывая. Никуда ты убежишь? Никуда. Дорожье опасно. Хочешь здесь спать. Я вот многое знаю. Но вот есть... Вот есть ли у тебя конфеты в кармане? Никак не могу понять. Если найдешь, можешь отдать мне? Очень хочется. Я пошарю в кармане, ношу пару и рисок, что покупала сестра Кадата. Она без ума от них была. Держи. Не знаю, кто ты и как ты вытворяешь свои фокусы, но конфеты для тебя мне точно не жалко. Она жадность забрала мне из рук с сладкой сладкой и тут же все съела. Садись, чай скипел. Здесь довольно холодно. Не находишь? Моя новая знакомая развела капиток в две кружки. Я сел в просторное и мягкое кресло. И когда чай был готов, ела лигла рядом со мной. Я теперь и согреешься, и расскажу все по порядку. Я определился к ее поближе. И решил для себя слушаться каждое слово. Я в отвечу, ребят, помню почти все. Вот только как здесь еще летелось, вылетелось головы. Честно говоря, я не знаю, что это за место. И есть ли оно на карте. Понимаю, лететь здесь немного. А вот цехи пакостей, темных, пари достаточно. А... Темные, это фантомы, пустые. У них отобрали все, что только можно было. Индивидуальность, личность, прошлое. Нам даже жаль их становится. Всего лишь марионетки. Так по нему у каждого человека, находившегося здесь, была книга. Своебразный артефакт. На... Дай родить оставить книгу тебе, чтобы она не досталась фантомам. Я до конца не понимаю, зачем им эти артефакты. Но я не для развлечений. Да-то... Да-то мы не увидимся. Даже нищий, ненадежь. Но если наши желания встретятся, совпадут, там обязательно встретишь меня. Так что, береги себя. Слышишь? Так много всего. Ладно. Да постараюсь. Но почему ты не хочешь видеть меня завтра? Я уже немного привязался к ней, и общество оказалось для меня более чем приятным. Не обижайся, но... У меня дело. Я не брошу тебя здесь. Обещаю. Рано слышать в истории серьезные вещи о такой малышке. Дело. Почему я не могу быть с тобой? Потому что будешь только мне мешать. Мне или не знать. Да и... Мне нужно дать время, чтобы ты понял кое-что. Она добродушно улыбнулась. Ну и, конечно, этого разговора никогда не было. Понял. Это всего лишь твой сон. Девочка под рост рассмеялась, пролив на себя немного чая. Мне кажется, ты бы не отказался от мягкой кровати. Это точно. Ну, столько перенес затей. Еще эта встреча в таком странном месте. Не думаю пока ни о чем. Просто спи. А где будешь спать ты? А я не спрю. Почти. Ха! Я вот вошел куда-то в сторону. Много нечестно снимать ее кровать, но раз уж она не против... Я снова дома. Как это произошло? Может, мне все приснилось? Так, ну поехали. Тут ничего у нас такого интереса не будет. Сейчас надо найти такой-то выбор, я как помню. Ну, тут у безразницы, если честно. Вот тут без разницы, какой выбор. Я честно скажу, что жжу. Можно хоть безразельствовать с кем угодно можно пойти, потому что это деньги, тут ничего не надо сделать. Вообще ничего не даст. Ну, чисто там походишь, но все такое поговоришь. Там баба, все там в этом походе. Я вам тешу скажу, это дрельцы. Тут без разницы, что нужно выбирать и все такое. Нам нужно дойти до 14 сентября, и там начнется лютый экшен. Не экшен, а просто нам надо, мы ее встретим снова. И там такой будет неожиданный поворот, Который я в чем-то вспомнил сейчас только. Пять минут сняли вот. Только сольки и секретный персонаж, кто пиздец короткий. Так, сейчас поехали. Вот, дошли до 14 сентября. Но мы, как всегда, будем опять лежать на ёпы. Блядь, называется. И вот я обрадовался сейчас, ура, наконец-то, закончила. Потом понимаешь, блядь, мне сейчас лежать придется все это время. О-о-о, я ненавижу лежать. Так, вот, сейчас доходим уже, наконец-то. Сейчас мы доходим. Самое время увидеться с Евой. Вот она, появилась это. Так, куда же теперь идти? Кажется, прошу вас, я запутал где-то в лесу. А как же мне найти ее с дома, но еще ночью? Так, и что же теперь? Может, это ловушка? Вот мы и встретились. У меня много новостей для тебя. Наверное. Может, стоит объясниться? И что именно тебе объяснить? Любить игол, голливудский клейк-клише. Кто ты? Немко сказать, это прямо сейчас. Есть, есть одна вещь, которую я должна сделать. До того, как расскажу, кто я. Мне очень понятно, что именно ты за, замышляешь. Я хочу уйти отсюда. Не хочу здесь быть. Понимаешь? Да. Я смогла говорить, Юля отдать мне твою книгу. Было легко, знаешь ли. Но это поможет нам выжить. Она жива? Если, конечно, не прыгну с крыши от безысходности. В любом случае, мы не сможем кого спасти. Только из себя самих. Если, конечно, этого хочешь. Если же нет, без проблем. Оставляй меня здесь умирать. В этом случае, я отдам тебе книгу. Чтобы ты выберешь. Что ты выберешь? Оставить Еву. Оставься с Евой. Потому что, если выбрать оставить Еву, тут ничего не изменится. Мы просто пойдем, будем искать какую-то из трех девочек. Снова там Юлю. А, нет, конечно, мы Юлю там будем искать. Там Юля, Оля, Женю будем, конечно, опять лишь. Паль, я не сомневаюсь, я не сомневаюсь к тебе. Подойди. Не знаю, ду-гядь. А я-то, знаете, что прикручено, ба. Внезапно я обниму, а мне за шея пристала на носочки и нежно прикоснулась с губами к моим домностях. Девочка влива свои мои губы, ее руки дрожали, дыхание то и дело срывалось. Ой, сейчас такой надпись все будет, реально скажу. Она остранилась и покраснела. Всегда хотелось сделать это братьиком. То есть с тобой. Это одно и то же. Ведь это сестра. О, господи! Какой ужас! Да неизвестно так. Если мне понравилось. Я так рад, что с тобой все в порядке. Как я мог забыть, как ты выглядишь? Если не такой забудешь. Нам пора покинуться, прокрытое место. Возьми книгу. Думаю, вы мне и ворвай страницы. Хотя он немного застегнутся, рассплох. Я покинул это место. Я покинул это место. Есть с тобой, Ева. И я избавлюсь от всего, что недовидел. И уничтожу свою прежнюю жизнь. Свои проклятия. Теперь мы снова. Ты снова со мной. Я взорвала книгу, потерялся с драги. Неожиданный поворотник такой... Такой. Э-о-о-о! Ай, пи-ек. Её дома? А сестра? Она вернулась. Ева? так ты просто учебу да стоп как я здесь казался вчера вечером две открылась ты вошел и закрылась подожди поцеловали сегодня да я уже не помню как же там стран в городе в лесу это было год назад я должна извиниться так убивался когда я пропал вместо себе не ходил а ведь получается все из-за меня плохой охранитель если бы не оставил книгу и артефакт дома то смогла вернуться перехватить с тобой кого-нибудь может ибо просто применять свой шанс спастись на смерть спас меня кто мог бы не ставить меня не взять назад в этот мир как такая цель остались люди которые намного лучше чем я может так но неважно больше чем они не стоит или себя пообещай что не оставишь мне больше что всегда будешь время я обещаю выбирать вот и все называется оливое проблемы с этих красоты книгой ёбаной что я честно скажу тут и к ним это все пусть ничего вот и заканчивается вот это новелла на этом мы короче говоря и за остановимся завтра будет трансляция выберите сами как чтобы он транслировать так что всем спасибо всем пока